Президент Садрджапаров с официальным визитом посетил Астану по приглашению казахстанского коллеги Хасамаджомар Татукаева. Два лидера обсудили не только перспективы развития сотрудничества двух стран. Об этом и в том числе и о вопросах, которые не были обозначены в официальных документах, мы поговорили с известными казахстанскими экспертами. Бесспорно, что недавняя дружеская помощь Кыргызстана Казахстану в связи с паводками добавили позитивный фон нынешним переговорам. Кыргызстан одним из первых протянул руку помощи казахстанцам. Сегодня ночью Кыргызстан направил Казахстану гуманитарную помощь в связи с паводковой ситуацией. Кыргызстан отправил Казахстану 300 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в отечественном МИДе. Кыргызстан отправил гуманитарную помощь регионам, пострадавшим от паводков. Всего в Казахстан доставили около 300 тонн груза, который распределен по 15 грузовикам. Жители Аматараусской, Актюбинской, Западноказахстанской и Кустанайской областей передадут продукты питания, одежду, постельные принадлежности, обогреватели и не только. Учитывая и гуманитарную помощь казахов в начале этого года после произошедшей на ТЭЦ Бишкека крупной аварии. Два соседа близки. И речь идет не только об общих началах кочевой культуры, но и о сегодняшних политических, стратегических и экономических интересах. Разумеется, в фокусе внимания нынешней встречи обсуждение экономического взаимодействия. К слову, в период пандемии уровень торговли между Казахстаном и Кыргызстаном сильно упал. Тем не менее, взаимный товарооборот между странами по итогам уже прошлого года достигает полутора миллиарда долларов и вырос на 26%. Казахстан нацелен увеличить этот показатель до 2 миллиардов долларов, заявил Хасанзюм Артукаев. Кроме того, Кыргызстан и Казахстан являются участниками китайской инициативы «Один пояс, один путь». И здесь нужна сбалансированная, скоординированная позиция. Казахстанский политический аналитик Айдар Амрибаев в пример приводит такой проект, как «Серединный коридор». Это соглашение было принято в Сиане в прошлом году. Сейчас нужно приступить к реализации конкретных проектов в этом направлении. Например, для Кыргызстана это очень актуально в связи с замкнутостью вашей страны в рамках региона. И Кыргызстану, конечно, критически важно выйти на мировые сухопутные коридоры, в частности, например, «Серединный» маршрут из Китая. Особенно интересна эта встреча на фоне геополитики, ведь глобальные изменения, также и потрясения в той или иной мере сказываются и на Центральноазиатском регионе. И подписание в ходе визита договора об углублении и расширении союзнических отношений является довольно интересным, считает казахский политолог Медед Кюльгенов. Конечно, это рамочный документ, который еще нужно дополнять к каким-то конкретным действиям, но он очень важен, особенно в силу того, что на фоне различных геополитических потрясений, которые происходят в последние годы и происходят на данный момент, это является очень важным пунктом во взаимоотношениях между другими странами, потому что когда вопросы безопасности, которые являются достаточно актуальными на данный момент, часто, ну, не совсем эффективно решаться в многосторонних форматах, их можно решать в том числе и через такие двусторонние форматы. Поэтому обсуждение такого рода вопроса тоже является достаточно важным и знакомым в ходе официального визита главы Кыргызстана в Республику Казахстан. Наиболее чувствительными в двусторонних отношениях по-прежнему остаются приграничный контроль, а также водно-энергетические вопросы. Не секрет, что в экспертном сообществе часто эти два вопроса связывают друг с другом. Ну, насчет транспортных коллапс на границе, это, конечно, это издержки, связанные с нашим участием в Евразийском экономическом союзе. Там нужно, конечно, все эти, значит, технические моменты, регламенты, стандарты и так далее. Все это нужно нам отрабатывать, конечно, совместно в рамках работы Евразийской экономической комиссии. Это как бы, это наша и общая возможность, и общая боль. Поэтому, как бы, здесь это вопрос не только двусторонний и не столько двусторонней повестки. В целом, эксперты уверены, что нынешняя встреча двух президентов является еще одним шагом в расширении и углублении двух стран, народы которых являются братскими. А стало быть, двум соседям есть над чем и далее работать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова